здравствуйте друзья вечереет сегодня я закончил тот курс который вел по селениум веб-драйверу по автоматическому тестированию и так вот я тряхал стариной потому что последний раз я много-много лет назад этому учил но не конкретно вот этому инструмента другие учил разные они в чем-то похожи конечно в чем-то отличаются на самом деле сейчас очень сильно отличается автоматизация от того что раньше было но не важно мне мне нужно было для себя понять и как-то курс построить и так далее мне конечно времени побольше потому что начал я так хорошо готовился а потом в попыхах потому что тут навалилось там навалилось здесь навалилось сотрудники одна подпуск пошла другая подпуск пошла прямо вот жуть какая-то плюс у нас было раньше три педагога осталось только два поэтому этого третьего значит подменяют с разных сторон там ну и я и я в том числе туда мне тоже достается немного но не суть вот я к следующему лучше подготовлюсь но во всяком случае мне между мама тоже разобраться пришлось немножко и у меня такой критерий что ли вот когда люди вечером особенно вечером ходят на уроки по автоматизации вот смотришь на них там набивается много желающих у нас же можно еще повторять знать там ходить или тому днем ходил пошел куда-нибудь там на интерншем вечером ходит там с вечерними классами и так далее вот допустим пришло там 40 человек потом смотришь там после третьего урока а их только 25 а после до а всего 10 значит а после например шестого урока так и вовсе 12 прийти то есть так как-то вот энтузиазм убывает вместе с ростом как бы важности выполнения домашних заданий то есть как-то выпадаешь 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 если не заниматься так вроде и следующий раз уже не так понял я и а то и вовсе ничего не понял так потихоньку народ выпадает кого на сколько хватит и я пять занятий вел по пять часов и надо сказать что первые четыре у меня прошли без убыли личного состава на всяком случае не так чтобы заметно было а вот сегодня был пятый урок и чет у меня процентов наверное 20 процентов 20 не дошли до последнего урока у них правда заканчивается курс у них тест в четверг вот послезавтра у них тест такой серьезный файл финальный ну может быть я не знаю там чего еще вот но надо сказать что по ходу урока тоже они так потихонечку у меня я потерял сколько-то бойцов но в общем но ничего но я доволен потому что наша убыль не не сравнить с тем как мы видели в уголе в других местах я не знаю чем это объяснить но все таки я когда курс строил я не столько норовил объяснить сколько норовил показать как как это делается вот это вот это вот это как это сделать вот а почему ну вот так делается понимаете потому что если мы начнем объяснять почему то мы никогда не продвинемся никуда потому что если у нас человек 30 там или 40 сидит нет конечно что-то объясняет тут вопросов нет но когда сидит даже 20 человек людей с вопросом почему может быть и 5 и 8 и 10 и больше может быть но они может быть стесняются спросить так что вот сегодня у нас так была сессия минут на 15 почему вот тут почему здесь почему там почему так уже забыли они уже забыли ради чего мы все это делаем то есть а делали мы как бы очень важные симпатичные вещи вот если кто понимает я могу сказать что мы за эти пять занятий 25 часов мы научились в практическом плане они у меня еще и руками тоже делают это не то что они только смотрят значит они у нас научились работать с то что называется page object model мы с ними сегодня добрались до параметризированных тестов это очень прикольная фишечка очень хорошая вот ну и так мы много чего и много чего еще но для вот и сложного относительно сложного но я думаю что вот если мы на резюме все это напишем а урок закончился тем что мы сели и последние минут 15 писали и ну я писал конечно я я сел и писал то что я на компьютере видно на большом экране писал буллеты для резюме связанные с автоматизацией но я писал вместе с ними то есть я им показывал что мы же это делали вы же это делали у вас же есть файлы которые вот они готовы вот ты взял этот файл и можешь это сама ну там какие-то изменения сделал под другую задачу под конкретику другой но у тебя же все готовы есть у тебя шаблон есть готовые работающие таскать файлы код эти там джавовский там еще какой-то в общем чего надо той работы и и надо сказать что среди студентов есть такие знаете вот я девочку одну хорошую посадил сегодня за свой компьютер я у доски говорил она делала и она так ловко пальцами это по клавиатуре и так в общем умница большая умница я просто в восторге был вспомнил даже в детстве моем была такая песня но я сейчас так намурлыка значит вот был срок вернулся я домой встретился с детишками с женой поглядел я на детишек жить не могут и без картишек и зовут меня играть с собой вот тут следующий куплет важный вот расселись начали играть младший начал карты тасовать карты так в руках мелькают что глаза не успевают надо бы за ним понаблюдать вот это вот девочка я не знаю кореянка может быть в общем она вот так такая восточная хорошая умничка вот она так по клавиатуре так вот фигачила как вот этот вот карты раздавал не уследишь понимаете молодец хотя я на самом деле предпочитаю медленно это делать когда это идет на экран и когда люди смотрят то конечно важно важно делать не спеша я смотрел видео там паренек по-русски что-то он рассказал я я не помню про джаву по-моему 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 речь о джаве шла да и вот он там что-то рассказывал а при этом он пальцами с такой скоростью работал как на работе понимаете а там люди в классе сидят и у него все это вот понимаете там какими-то не то что он еще умеет кусками вот эти куски вдруг откуда-то так рвутся и он он не комментирует как он это делает а вот просто у него такой вот на экране это милый ты же это чего а как же за тобой повторить в эти то есть существенно чтобы люди повторить могли в общем такая вот такая вот история я думаю что надо будет довести с 25 часов до 40 я надеюсь что ну может быть в следующий раз я сделаю не 40 а может быть там 30 только ну вот а потом в принципе мы до 40 доведем и у меня задача такая чтобы уже курс который отработается чтобы практически все кто в офисе есть чтобы все вели то есть у нас есть один из педагогов уже и сейчас ведет а вот есть у нас жанна который я показывал иногда у нас видео над жанну на автоматизацию новострить вот и мне тоже надо как бы какие-то высоты там пробраться и еще есть народ короче будем всем офисом всем педагогическим коллективом осваивать автоматизацию то есть на самом деле есть есть потребность в том чтобы каждый из тех людей кто преподает мог бы любой предмет там с любого места вести а так у нас получается что мы вроде маленькая школа а уже прям как университет какой-то такая специализация пошла только кафедры еще нам вести вообще вот так и останется получается что кто-то ведет вот это кто-то ведет вот то а кто-то может там и больше и меньше но какие-то вещи он часто вещь ведет какие-то редко ведет забывается и так далее вот у нас такая борьба сейчас пошла за автоматизацию и конечная моя цель состоит в том чтобы автоматизация влилась так органичненько весь курс с первого урока то есть чтобы не было выделенных там 40 часов на автоматизацию вот и только автоматизацию а чтобы каждый день там глядишь но день через день но по чуть-чуть и вот так сперва с первого дня до последнего присутствовала бы автоматизация да так что вот и я уже в принципе так вижу картинку как я это по-русски сделаю значит я хочу для наших зрителей записать курс маленький не вне бог весть там что но чтобы просто понимание было что это такое и чтобы чекался в это я хочу там больше знать или я не хочу вообще этого знать так тоже бывает но я это сделаю как просто некий цельный такой курс то есть там будет тестирование мы не будем разделять на ручное и автоматическое тестирование она есть тестирование где-то мы вручную его делаем где-то мы его тут же автоматизируем для того чтобы автоматизировать мы должны вручную все это расписать а когда ты уже расписал ты можешь делать руками а можешь делать там закодировать что-то она будет делать вместо тебя это это уже как бы инструментарий вот то есть курс будет по тестированию сразу и такому и сякому поэтому люди которые вообще тестирование не знают они смогут начать с этого и как бы одновременно у них будет в голове представление о ручном и об автоматическом как-то так вот я это вижу мне захотел захотелось в таком вот ключе преподнести вот но я не буду ничего сложного делать я буду я буду делать достаточно просто потому что сложно это нужно много времени это нужно много заниматься и так далее а я вот люблю так показать красоту как бы на простеньком примерчики таком так и хохмачку так сказать показать а дальше уже сами вот заниматься надо без того чтобы заниматься много сейчас не получается никак да вчера вот пришла компания хороший интершип там денежку платить все дела так там записались люди и вот у нас но их выстрелит обнать они должны были приходить в офис с интервалом в 15 минут ну чтобы они не толпили так первое вообще значит решила не прийти знаете и даже не сказала то есть вот два человека пришли из компании сели так и а никого нет значит ну слава богу пришла девушка другая пораньше пришла она нервничала пришла пораньше мы ее туда запустили потом стали всех обзванивать чтобы они пришли раньше так вот да значит так вот они говорили 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 а там наша выпускница тоже ну и одна и одна из двух там пришли пришли принимавших интервью или ну как-то как ну ладно где-то там же неудобно так совсем никого не взять но вообще как мы расстроены потому что ожидали большего а люди не готовятся и как-то вот самостоятельность такой не проявляют и сегодня примерно та же история повторил сегодня правда двоих взяли слава богу тоже пришли ребята интервьюировали софия так развивает бурную деятельность по привлечению компании но понимаете что происходит значит человек говорит пошлите меня на интервью пошлите меня на интервью а пройти не может а чё бы ему не понимаете он вместо того чтобы готовиться между интервью там от интервью к интервью чтобы лучше каждый раз а вы мне еще пошлите а вы мне еще пошлите вдруг где-нибудь без того чтобы готовиться чего-нибудь отвалится мне перепадет вот вот есть много народа которые верят в это казалось бы так на уровне простого бытового сознания вроде бы а а как же об чего вдруг перепадет а с другой стороны почему-то вот а сердце верит понимаете сердце верит умом не понять а сердце верит друзья давайте выпьем за то чтобы умом и сердцем не расходиться а наоборот действовать синхронно счастливо